Всем привет и добро пожаловать на канал Хайрекс. Друзья, перед вами новая рубрика Кинозлодей. В первом выпуске мы поговорим о сущности персонажа по имени Трикстер или Ловкач в нашем переводе. В одном из своих видео обзоров, которые я провожу для вас в рубрике подвал ужасов мистера Хайрекса, этот персонаж уже появлялся. Если же вы не смотрели тот видеовыпуск, то во-первых ссылка будет в описании под этим видео, а во-вторых это экранный злодей из фильма сканирования мозга. Достаточно яркий и запоминающийся антагонист, у которого были все шансы стать узнаваемой фигурой подростковых ужасов 90-х. К сожалению, сканирование мозга остался одиночной кинокартиной, и продолжений, увы, не последовало. Поначалу зрителю может показаться, что Трикстер это отдельная злая сущность, которая была порождена виртуальным миром. И это вполне логично в условиях этого жанра. Некое создание, которое с помощью видеоигры не только нашло лазейку в наш мир, но и выбрало себе жертву. С другой стороны, может показаться, что это просто плоть воображения Майкла. Парень постоянно находился в большом стрессе из-за разных факторов, влияющих на его жизнь. Гибель матери в ужасной автокатастрофе, постоянные ночные кошмары, а также полученные им психические и физические травмы просто не могли пройти бесследно. А незаживающие душевные травмы он пытался заглушить пристрастием к фильмам ужасов, а также виртуальному миру, сила и влияние которого увеличились и перешли в другую фазу с того самого момента, как только Майкл познакомился с видеоигрой «Сканирование мозга». К тому же парень долгое время был предоставлен сам себе, и рядом не было близкого ему человека, который мог бы помочь Майклу справиться с его внутренними демонами. И эта теория более правильная, но она станет лишь основой, которая перерастет в нечто большее. Майкл намеренно прячется от других, скрывает свои эмоции и чувства, что как раз таки говорит о том, что ему нужна помощь. Он влюблен в девушку по соседству, но все, что он делает, это просто наблюдает за ней из окна своей комнаты, набирает ее номер и вешает трубку. При этом он сам отдает себе отчет в том, что это ненормальное поведение. Даже в тех ситуациях, когда девушка сама выходит на контакт, он пытается держать дистанцию и не раскрывает свои настоящие чувства. В один из томных и скучных вечеров он звонит в компанию, которая выпустила игру «Сканирование мозга», и во время разговора происходит нечто непонятное, что-то похожее на припадок. Возможно, именно в тот момент Майкл теряет контакт с реальностью, и у него начинается серьезное расстройство личности, которое будет прогрессировать с каждым новым погружением в виртуальный мир, и в итоге перерастет в нечто большее. В его жизни внезапно появится незнакомец, называющий себя «Ловкач». Этот персонаж будет неразрывно связан с видеоигрой, а для Майкла он будет не менее реален, чем его собственное тело. Можно даже сказать, что Трикстер – это темная сторона Майкла. Тем не менее, авторы фильма будут создавать иллюзорный мир, в котором уживаются сразу несколько разных теорий, каждая из которых вполне актуальна в рамках повествования. Возможно, что Майкл никогда не получал диск с игрой, ее просто не было. А все остальное, включая Трикстера, живет в его воспаленном мозгу. Другая теория гласит о том, что это и вовсе очередной кошмар Майкла, который рассеивает все возможные теории о существовании Трикстера. Но и в этом случае не все так гладко. Майкл после своего освобождения из темных глубин виртуального кошмара отдает физическое издание с игрой директору школы, который по сути к этому времени был уже мертв. И все бы ничего, но в этот же момент Майкл видит Трикстера, который удобно расположился в кресле директора. Можно сказать, что Лавкач получает новую жертву для своих сумасшедших экспериментов над подсознанием человека в виде директора школы. И это дает намек на то, что Майкл так и не излечился и до сих пор оторван от реальности. Он снова видит Трикстера, когда все остальные его попросту не замечают. Вдобавок ко всему этому, сцена во время финальных титров говорит зрителю, что первое убийство было все же реальным. Создается впечатление, что Майкл до сих пор находится не в той реальности. Дополнительную пищу для размышлений вносит удаленная сцена, которая была переработана и в финальной версии она выглядит уже совсем иначе. Когда Майкл начинает играть в финальный уровень, он отправляется в дом Кимберли. Попав в ее комнату, он готовится к тому, чтобы оборвать ее жизнь и завершить игру. Но он отказывается это делать и вступает в психологическую схватку с Трикстером, который его поглощает. В прямом смысле. Это еще один намек на то, что Майкл и есть Трикстер. А образ Ловкача, который появлялся в его жизни, это был фантом, порождаемый сознанием Майкла. Но в удаленной сцене после объединения с сущностью Ловкача происходит некая неудачная трансформация, в которой Майкл и Трикстер образуют жуткого мутанта. Кимберли видит это существо и боится его, а значит, что оно вполне реально. Но с другой стороны, девушка также реагировала на финальную сцену в основной версии фильма, в которой Ловкач поглощал Майкла, и после чего парень находился под тотальным контролем хитрого Трикстера. После чего он был застрелен детективом. Но потом Майкл проснется в своей же комнате, и перед ним будет тот самый ужин, который он приготовил себе незадолго до непонятного припадка. Теория о том, что это действительно был просто кошмар, вполне реальна. А может быть, Майкл до сих пор находится под воздействием наркоза, и его воображение из-за случившейся аварии нарисовало целую историю в виде бесконечного кошмара. Но кто же такой Трикстер? В финале Ловкач сам говорит Майклу о том, что он является его темным отражением. То же самое говорил Эдди Ферланг в интервью, которое вошло в закадровые съемки. Имея на руках такие подтверждения, зритель вполне может с этим согласиться, если бы не запутанная цепочка событий, которая до сих пор оставляет нерешенные вопросы. Возможно, что так оно и есть. Трикстер и Майкл – это одно и то же лицо. Но в этом случае Майкл до сих пор находится во власти Ловкача, потому что он видел хитрого мерзавца в кабинете директора. И к тому же собачка, откопав как бы несуществующую ступню, отделенную от первой жертвы, так любезно вернула ее к дому Майкла. Возможно, что сиквел пролил бы свет на сущность Трикстера, но, к сожалению, этого мы уже, наверное, никогда не узнаем. На этом я завершаю данный видеоролик. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. А пока, всем пока и до скорого на канале Хайрекс. Субтитры создавал DimaTorzok